всем привет наконец-то я добилась от своего диспетчера адресы он был уверен он мне посылал одну и ту же смс-ку и говорил что типа вот же я же вам прислала адрес вот и смс-ки был адрес только загрузки я ему звонила звонила не дозвонилась сейчас наконец-то я до него дозвонилась и он мне сказал что вот дал адрес во франции наконец-то просидела полдня интересно дано написано там тоже девушка за рулем ну дорожки узенькие блин кошмар все отстояло 11 часов я туда еще не загрузка утром разбудили меня крики петухов вон они тут гуляют по парковке петухи курицы это я на границе франции и бельгии еду выгружаться за париж главное не заблудиться вот надо сесть на хвост машинки не знаю как отсюда выезжать разворачиваюсь и еду в обратную сторону на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните на следующем повороте и если вы видите По Франции дороги как в России, блин, кошмар просто, яма на яме, посмотрите, я еду и постоянно, ну, постоянно вон какие-то качают вообще сильно, это ещё, это ещё больно как бы, ещё пейзаж такой, довольно русский, вообще как будто по России, если бы вот не эти указатели, на иностранном языке, вообще полное ощущение, что где-нибудь там в районе Урала, где ещё дороги у нас не доделали. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, меня никто не пустит? Продолжение следует... Пустили... Ужасная дорога, елки-палки. Что ж такое? Да куда я превышаю, мы стоим. Где я, чего превысила-то? Едешь, просто переваливаешься с бока на бок. Кошмар. Ну, причем не просто вот колея, а ямы такие нормальные. Какая-то развязка бешеная. На Лилю. Я еду пока на Париж. Париж. Лилю. Готовьтесь через 800 метров. Держаться. За это вот, товарищи, тут такая пробка. Ну что, вот у нас тут первая платка между Францией. Во Франции это первая. Первая-первая платочка. Главное сейчас опять зеркало не снести. Ой, блин, как вспомню. А, вон знак, кстати, торчит. Над треугольничком таким. Вот обо что я могла стукнеться. Видите, знак торчит. Тут все такое обшарпанное. Нет, я же после шлагбаума на самом деле. Вот. И мне Паша такой, давай газуй. Я так, оп, что это было? Шо ци было? Больше я так быстро ездить не буду. Нет уж, нет уж, простите. Очень много опасностей. Интересно, почему стоит знак 50, а все как ехали 90, так и ехали. Что-то непонятно. Нарисован знак 50, в течение 7 километров. Огон грузовых запрещен. Может, еще и поезд скоростной промыщался немножко. Ну, вот я за французами еду. Они вообще-то же не притормозили. Непонятно, что это такое. Личь будут отдать знак. На Париж мне еще 146 километров. Перед Парижем надо будет мне делать стальяночку. Надо будет заправить эту плю. Постоять 45 минут, чтобы парижские пробки пройти все. Пришлось встать на обучении, чтобы постоять 45 минут перед Парижем. Чтобы там, если встать в пробку, то не нервничать. Вот, стою возле чьего-то дома. Дедуля тут ходит, что-то копает. Молодец. Молодец. Здравствуйте. Молодец. Я еду возле аэропорта, а вот это взлетные полосы сверху. Мы под ними едем. Прикольно. Держитесь. 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 Продолжение следует... 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 От Парижа. Да, да, да. Хорошо. Да, хорошо. Понятно. Да, хорошо. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Ну да, из четырех полос две было перестроение, конечно потолкались мы тут Ну все, зато вроде бы уже выбрались Ого, какой красивый собор Руанский что ли? Это тут Руан должен быть город Не помню как он выглядит А вот Руанский что ли? Так Много кое-клакова А.Кулакова Кулакова Шлакбалм стоит интересный, почему. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Руки-палки Еле прошло Блин Навигатор Баран Продолжение следует... 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 или понял что и он мешает быстренько запрыгнул машину и уехал благодаря этому мне предоставилась возможность взять нужный радиус полевее и я выбралась из этого города не создав там пробки крое-как я взорвусь просто на пицце и если из них вы поверните на право вот здесь я проехала надо было на пицце повороте я поверну на следующем повороте мы идем направо ну вот я пытаюсь успеть на загрузку выгрузку сделали уже причем там на двух палетах отсутствовало ну были и вскрыты коробки отсутствовали там печеньки пробки такие кошмар пытаюсь вырваться из этих пробок и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Уже подъезжая, видела, что там никого нет, все закрыто, вот еще вышел охранник, коренной француз, такой сильно загорелый, тоже сказал, что все, никто не работает, никого нет, приходите завтра. Я ему показала смс, где было написано название фермы, он прочитал, говорит, так она здесь была когда-то, сейчас она в другом месте. Ну и объяснил примерно, как туда ехать, там достаточно далеко было от этого места. Так как я спешила, видели, какой там был заезд кривой, он разрешил мне заехать на территорию и развернуться. Это вот его сменщик пришел, как раз у него заканчивалась смена, он сел в маленькую машинку, я видела, что он выехал за мной. И вот на одном из перекрестков там я одно кольцо проехала, второе кольцо проехала, опять стою, думаю, куда же мне ехать, елки-палки, ну не вижу вообще нигде этого названия этой фирмы, никаких указателей нет. Он остановился, подошел, еще раз мне объяснил, и я доехала, нашла эту фирму, но уже было поздно, уже было без 15,7. Помахали мне рукой, пока-пока, и я поехала. Ну мне пришлось остановиться на паркинге, там достаточно большой паркинг, вот оказалась такая большая промзона, где много-много разных складов. Фирм, промзона огромная, посмотрите, какие узкие дороги, ну посмотрите, я не понимаю, как строятся, как проектируются такие узкие дороги, когда люди понимают, что там огромные склады, логистические центры, там будут ездить грузовые машины. Просто не разъехаться двум грузовым машинам, я не понимаю этого. Ну в общем, смотрите, будет дальше интереснее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok